Дуньхуан Богатством культурного наследия город Дуньхуан обязан своему уникальному географическому положению. В течение нескольких веков город Дуньхуан был приграничным китайским городом, и в первом тысячелетии нашей эры через него проходили богатейшие караваны. Вместе с караванами шли пилигримы и паломники, и по мере того, как богател город, росло и великолепие украшения местных монастырских комплексов. В начале XX века сюда ринулись экспедиции европейских ученых. Российский исследователь Сергей Федорович Альденбург привез экспонаты, которые мы можем видеть в Эрмитаже. Субтитры создавал DimaTorzok В этих двух залах представлены вещи, которые были привезены русско-туркестанской экспедиции под руководством Сергея Федоровича Альденбурга. Это из пещерного монастыря в окрестностях города Дуньхуана. Здесь представлены стены и росписи, скульптуры, живопись на холсте, на шелке, на бумаге, фрагменты тканей, ну и различные другие материалы, в том числе рабочие материалы экспедиции. Город Дуньхуан находится на северо-западной границе Китая, и через Дуньхуан шли торговые пути, его тот самый знаменитый шелковый путь. И в окрестностях города Дуньхуана стали образовываться пещерные монастыри, пещерные храмы, в которых жили монахи. Часть из этих пещерных монастырей стали украшать стеными росписями и скульптурами. Как раз тот монастырь, предметы из которого находятся у нас в коллекции, он образовался в IV веке. Здесь стали оформляться и украшаться пещеры, в которых жили монахи, и постепенно было вырыто большое количество пещер, считается где-то около 400. Эти пещеры в высоком береге реки составили комплекс пещерного монастыря Могао, в который и приехали исследователи из Европы в начале XX века. Это не единственный комплекс, который находится в окрестностях Дуньхуана, пожалуй, самый знаменитый комплекс, потому что здесь действительно большое количество пещер. И монастырь существовал на протяжении почти что 10 веков, а то и чуть больше. Первые образования пещер и украшения этих пещер относятся к IV веку, когда первые буддийские паломники оказывались здесь, на границе Китая, и вынуждены были ожидать разрешения на въезд в империю. В расцвет приходится на период Суй, Тан, это в основном, можно считать, VI-X века нашей эры. Потом в XI-XIII веке тоже этот комплекс существовал, но постепенно с завоеванием монголами этой территории жизнь постепенно затухала здесь, хотя монахи продолжали жить и позднее, и вообще здесь продолжали жить люди и позднее. В 1900 году произошло невероятное открытие, потому что была обнаружена замурованная пещера в Дуньхуане, и в этой замурованной пещере было обнаружено большое количество рукописей, икон, танки с буддийскими изображениями, живопись на бумаге, и, вероятно, это была буддийская библиотека, буддийское хранилище, которое попытались спрятать вот тоже во время нашествия монголов. Ну и когда в 1900 году эту пещеру раскрыли, то, естественно, заинтересовались этим материалом исследователи из Европы, и в первую очередь там побывал сэр Орл Стейн из Англии, затем сюда приехал французский исследователь Поль Пельё, ну и в 1914, только в 1914 году, здесь оказалась русская экспедиция под руководством Сергея Фёдоровича Альденбурга. Здесь получил распространение буддизма Хаяны, вот почему эти пещеры ещё называются пещерами Тысячи Буд, потому что, как вы видите, вот даже на некоторых росписях здесь множественные повторения, очень близких по своему канону изображений. И монахи, и верующие прихожане, они очень часто совершали подношения в храмы, таким образом, оплачивая, например, изображения буддийские, они пытались увековечить себя и надеялись на спасение в дальнейших перерождениях. И мы очень часто видим на вещах изображения вот этих людей, которые совершали подношения, донаторов. И вот, например, на этой стеной росписи мы видим монахов внизу, на иконах мы видим изображения членов семьи, даже подписанные имена людей, которые оплачивали эти изображения и танки. Пещеры украшались так или иначе по определенному принципу. Напротив входа обычно была группа скульптур с изображением Будды и Будисад в предстоящих. На стенах были росписи, и росписи сохранились во многих случаях в пещерах. Они практически украшают пещеры с пола до потолка. В нижней части могли изображаться джатаки, истории жизни и перерождения Будды. На стенах было обычно большое количество фигур Будд изображений или небожителей каких-то, вот как опять же на тех росписях, которые вы здесь видите. Потолки украшались орнаментами, яркими, красочными орнаментами, с геометрическими рисунками, с цветами. Вот из того, что мы здесь видим, ну вот, пожалуй, важной является живопись, изображающая землю Сухавати Будды Амитапхи, которую вы видите в витрине. Как раз вот Будда изображен в центре, по сторонам от него стоят два бодисадвы, и внизу музыканты, играющие на различных музыкантных инструментах. Земля Сухавати или земля Будды Амитапхи – это такая сфера, в которой как бы председательствует вот этот вот Будда Амитапха. Эти земли могли быть и у других буд, но просто вот у нас здесь представлена земля Сухавати именно. В этой земле есть пруд, в котором в лотосах перерождаются души праведников. Ну и, конечно, они как бы ждут следующего перерождения, перехода в нирвану, ну а в этой земле у них такая счастливая жизнь, там красиво, там играет музыка, услаждает их слух, и вообще такое вот своеобразное ожидание будущей нирваны. Кроме того, вы можете видеть скульптуру, и скульптура тоже изображает Будда, бодисадв, предстоящих монахов. И, наверное, одними из самых выразительных являются, но, к сожалению, только головы, а не целиком скульптуры. И вот выражение лиц этих скульптур, бодисадв, выразительное, проникающее. Если встать перед этими лейками и попробовать заглянуть им в глаза, то, в общем, они воздействуют даже на нас, уж тем более воздействовали на прихожан буддийского храма. В этом зале тоже представлены памятники из пещерного монастыря в окрестности Удуньхуана, но здесь в основном мы видим живопись, живопись на холсте, на шелке, на бумаге. Это фрагменты живописи с изображением бодисадв или земли Сукхавати. Ну и, пожалуй, еще очень интересным примером является живопись на бумаге с изображением пилигрима, который несет буддийские свитки книги. Этот пилигрим является таким характерным образом вот такого человека, буддийского проповедника. И подобных изображений существует несколько, но вот одно из них представлено в нашей коллекции. Интересна фигура донаторов. И здесь как раз изображаются донаторы в стеной живописи, в нижней части танок и знамен в живописи. И интересно то, что действительно имена людей, которые являлись донаторами, здесь во многих случаях подписаны и сохранились. То есть мы даже можем говорить о каких-то конкретных людях, которые совершали подношение в буддийский монастырь. Интересными образцами, привлекающими внимание, являются вот эти два фантастических зверя, такие мифические существа, напоминающие нам не то львов, не то собак, которые, вероятно, сидели перед входом в пещеру и должны были охранять буддийскую пещеру от проникновения людей с грешными помыслами или от злых духов. И таких скульптур, ну, в общем, пожалуй, больше неизвестно, чтобы они происходили из Дуньхуана. В связи с тем, что эти скульптуры, так же, как и остальная скульптура Дуньхуана, сделаны, ну, как куклы такие, из пучка соломы, облеплены глиной, лёсом и затем раскрашены, скульптуры являются очень хрупкими. И то, что привезены эти скульптуры были сюда, в Петербург, наверное, благодаря именно этому они и сохранились. Вряд ли бы они сохранились на месте в Дуньхуане. Субтитры создавал DimaTorzok